Все, полетели, задонатил никто, поэтому, господа, подкидывайте. Кринж, питон скука, сокол кринж. Ну, питон это и кринж, и скука, а сокол, скорее, просто кринж, поэтому, я думаю, мы посмотрим сегодня его. Приветствую всех дрищущих, господа. В общем, как говорится, он нас развлекает, так донатишь ему. Приветствую тебя, ищущие. Прекрасный сон я сегодня видел этой ночью. Мне нужно найти Гэндаль 2. Что за поебень? Шир. Какой-то, какой-то, какой-то кринж и СМР. Огни. Пошел относить кольцо всего... Почему Фред Мосси с Апрыкин ненавидит один-одного? Ну, Фред с Мосси друг друга вроде не ненавидят, насколько мне известно. Вот. Ну... Да у меня нет никому никакой ненависти, на самом деле. То есть, может быть, ты перепутал Фреда с соколом, наверное. Ненависти у меня особо никому нет. Просто я занимаюсь критикой, и очевидно, что господа бомбят и отвечают. Власть о мордор? А по дороге Назгул ткнул тебя в плечо моргульским клинком? И ты умираешь от распространяющейся по организму отравы? И даже на помощь позвать не в состоянии? А вот отнесла бы свой телефон в сервисный центр «Знак качества» и позвонила бы сейчас... Бля, пиздец, это реклама. В городе Воткинск. Пиздец, просто. Что это за хуйня? Кто, блядь, у него купил рекламу? Это что, блядь, заебанутые люди вообще в край? То есть, вот я даже не знаю, кто больше поехавший. Сокол, который эту хуйню начал рекламировать? Или те, кто у него эту хуйню... В Воткинск, блядь. Да, вот прям, типа, охуенный выбор целевой аудитории. То есть, пиздец вообще. То есть, и чуваки не шарят, и Сокол, типа, ну... Чего за пы... А, это где-то не так далеко от Перми, в принципе. Ну ладно. С Гэндальфу, и помощь бы пришла, лежит тут, понимаете, хрипит, сипит. На неё всё Средиземье надеется. Она, колечко-то вот уже нужно в роковую горло отнести. Она лежит в сервисный центр. Знак качества. Ремонт любых телефонов, планшетов, ноутбуков. Приходите, ремонтируйте. В городе Воткинск. Ссылочка будет, конечно же, в описании под этим роликом, и там же будет. Какая дресня. Телефончик, чтобы не было как... Воткинск, через Т, ладно бы через Д. Вот здесь вот, а чтобы всё вовремя подсломалось. Мы сразу же относим, и у вас всё замечательно. Сервисный центр, знак качества. Истинный маг. Рекомендует. Да, цепишь ты? Да ты там будто был. Рекомендует он, блядь. Приветствую тебя, ищущий. Прекрасный сон я сегодня видел этой ночью. Те, кто живёт в теперешнем времени, наверняка не поймут это ощущение состояния души, когда ты идёшь к какому-то знакомому своему или другу играть в игру на приставке. В Советском Союзе не было... Просто понимаете, эта реклама, типа вот, кринж от этой рекламы не стоит тех денег, которые ему заплатили. То есть, тут вот в чём пиздец. И я именно поэтому почти никогда ничего не рекламирую, потому что позорность того, как это будет, не стоит тех, там, не знаю, 300-500 рублей или косаря интернета. И приставки были у единицы людей. И когда я спал сегодня, мне снился сон, что я и ещё несколько моих знакомых шли через весь город на какому-то другу, у которого появилась новая игрушка на Дэнди. И вот это ощущение имя детской радости, детского чуда, которое сейчас, ну, невозможно нигде найти. Хочешь, я тебе покажу своё недетское чудо? Бля, стоп, ему не надо, наверное. Ти, потому что сейчас мир перенасыщен, интернет перенасыщен. Каждый ребёнок может найти в интернете что угодно и... Ночью видел, да. Скачать любую игрушку, если у него есть компьютер. В то время было всё не так. Если у тебя был дома мячик, ты был уже король двора. Но если у тебя была приставка, ты был бог. Просто бог. Когда тебе просто было защищение... Блин, мне кажется, если бы у меня была приставка, допустим, в то время, я бы не палился. То есть, мне кажется, если у тебя есть приставка, надо просто никому не рассказывать, резаться и всё. ...посидеть рядом с каким-то своим знакомым, посмотреть, как он играет в игрушку. На Дэнди или на Сеги. Ну, на Сеги это вообще вышка. Хотя бы на Дэнди. Ты был уже в таком втрепете, в таком возбуждении. Потому что всё это было настолько уникально и неповторимо, что я сегодня проснулся с улыбкой на лице. И просто мой день начался замечательно, несмотря на то... Это были первые стримеры в истории, только без донатов. То, что я не выспался. Но вы сегодня на канале, на моём не за этим, чтобы я делил с вами своими впечатлениями сновидческими. Но всё равно я решил с вами поделиться, потому что это мой канал, что хочу, то и делаю. Там, где птицы спорят с ветром, с ветром печаль. Вот у сокола голос слышно, конечно, да. Сегодня мы смотрим, реагируем и вообще разбираем психологический портрет Дубинина, как человека, который... Как? Босс! Фэт как? Босс Варри. Главный Варри, который продюсирует вокал Житникова в данный момент. Как мы сами знаем, он скорее всего продюсировал и вокал и Беркута, и вокал и Кипелова. И всегда его продюсерство в первых двух случаях с Кипелом и с Беркутом было прекрасное. То есть вокалисты звучат намного круче в Арии, чем они звучат вне Арии. Естественно, вокалисты, вышеупомянутые, это профессионалы, которые могут петь практически как угодно. Но именно в Арии с той характерностью, с которой они это делали, это, конечно же, заслуга Дубинина. И я всегда этому респектовал, потому что, ну, это действительно... У Дубинина есть положительные качества и отрицательные, как и у меня, наверное, как и у любого другого человека. Но вот то, что он делал с вокалом, это действительно за уважение заслуживало. В смысле? Стоп-стоп-стоп, я не понял, как это? У Сокола есть негативные качества? Не надо мне рассказывать, заливать. Женя, но с Житниковым почему-то все получилось не так. Первый альбом, который вышел, второй альбом, который вышел, все было не так. Миша, звучал... Сидит и нагло врет своим подписчикам, будто бы у него... Да кто поверит вообще в такой абсурд? На мой взгляд, хуже, чем в Кураже. Там был мощный вокал, пусть он даже где-то и не мог петь длительные концерты. Спасибо большое за донат. Да, все таки, как прекрасно было собраться в пятером и всем вместе начать играть в приставку. Приставка, блин. Типа, и должен Алекс Найтмарс, это знаете, типа... А мне моя приставка тоже очень нравится, правда, Леус просит, чтобы я его так не называл, ну что-нибудь такое. Но нахуй это воспринималось гораздо круче, этот хрипатый вокал с Житниковскими. Прям, было здорово. Сейчас вот в концерте, в пиратском концерте, посвященный крайним альбом и группу Арии, если не ошибаюсь, проклятие морей он назывался. Там даже в некоторых песнях Житников зазвучал... Проклятие говнорей. Ха-ха-ха-ха. Прям мощно с хрипотцой. Конечно, он поет круто, но сам тембр, окраска тембра мне все никогда не нравилась. И вот на канале Дубинина, Виталия Дубинина, у него есть личный канал на Тубе, кто не знает, у него начали выходить ролики. И вот в двух роликах, в последних, там было очерк с его работы на студии на перезапись вот этих вот двух клятых альбомов, которые с Беркутом, Армагеддон и Крещение огнем. Что ж, с Беркутом звучат круто, зачем-то они все это стали переписывать, все эти причины, которые они звучат, зачем, для меня ровно еще там не значит ничего. Я это не приемлю, но самое главное, что сегодня мы будем смотреть, как Дубинин продюсирует вокал Житникова на перезаписи как раз этих альбомов. И разберем вообще его психологический портрет, реагируем, как он вообще все это делает и повеселимся, быть может. Поехали, друзья мои. Поехали. Ну, в принципе, хорошо. Делай мне только вот сейчас... А я сейчас прорекламирую свою песню и клип «Блядский цирк». Обязательно посмотрите, наслаждайтесь и так далее. Я как раз сейчас занимаюсь тем, что пытаюсь сделать минуса для этой... Ну, короче, минус, чтобы у него был при этом отсчет, чтобы люди могли, не знаю, петь, свои коверочки какие-нибудь записывать. Вот, чтобы я сам мог, чтобы у меня был минус для этого всего. Вот, так. Еще один дубль. И только, только начинается видео и сразу... Конечно, я вырезал лучшие куски, которые мне понравились для обзора. Спасибо большое. Вот, выучил ноты на грифе. Знаю, где фа, где до, а где диез, бемоль. Но, вот октавы. Я не пойму. С нотами проще. Там логика. Аля мифа си до всегда полутон. Но как учить октавы? В смысле, как учить октавы? Тут я вообще не вижу никакой логики. Не понимаю даже вопроса. То есть, ну смотри, вот ты на гитаре, да, у тебя вот есть на шестой струне, допустим, нота. Октава вверх — это просто через струну и плюс два лада. То есть, октавы почти всегда играются либо на шестая, четвертая, либо пятая, третья. Это всегда вот эта вот позиция. То есть, через лад и через струну. То есть, плюс два здесь, плюс два там. И все. Но только единственная поправка, что получается, если на второй струне, то через два лада. Но это тоже можно легко подобрать. Ну и там, если на этой, ну никто не играет октавы вот так. То есть, ну это тоже через два. Как квинты, но через струну. Да, по сути, да. Вот и все. А что их там учить-то? Я просто не очень понимаю даже проблему. Фраза, которая своей эпичностью просто подчеркивает статус Дубинина, который, ну прямо, знаете, вот. Какое место Житников занимает Варьи, сразу становится все. О чем он там сказал? И только психологический портрет, реагируем, как он вообще все это делает. И повеселимся, быть может. Поехали, друзья мои. Поехали. Ну, в принципе, хорошо. Делай мне только вот сейчас еще один дубль вот этот. И только начинается видео. Делай еще раз один дубль. Конечно, я вырезал лучшие куски, которые мне понравились для обзора. Фраза, которая своей эпичностью просто подчеркивает статус Дубинина, который, ну прямо, знаете, вот. Какое место Житников занимает Варьи, сразу становится все понятным. Сделай мне дубль. Понимаете, вот это прям, это прям сильно, вот это прям мощно. Не сделай дубль просто, а мне дубль. Типа, как бы, Барин приказывает, понимаете? Сама психология построения фразы, об этом можно много дискутировать, но психология построения фразы говорит об одном. О том, что человек здесь полностью владеет собой. Не знаю, вообще, по-моему, полная хуйня. То есть, я тоже могу сказать, типа, не знаю, допустим, если бы я был, предположим, просто в качестве саунд-продюсера, ну, например, в группе Кровавый риф, где я однозначно не автор песен, не автор текстов, не главный, блядь, ни по каким вопросам, ни по связям с общественностью, ни по, блядь, еще какой-либо хуйне. То есть, просто, допустим, вот я выполняю роль саунд-продюсера, и, например, я записываю гитару барыша, то есть, он записывает, а я, как бы, контролирую. То есть, я даже не звукорежиссер, а вот именно это называется саунд-продюсер, то есть, я отвечаю за лупу. Вот, то, ну, хорошо, сделай еще один, ну, сделай мне еще один дубль. Я могу сказать, сделай мне или сделай еще один, и это, ну, бредятина, конечно, полная. То есть, можно дальше посмотреть, может, там будут интересные более аргументы, но, по-моему, это бред вообще. То есть, звукорежиссер может так сказать, сделай мне еще дубль, пожалуйста, или, там, не пожалуйста, просто сделай мне еще дубль, сделай мне еще один дубль. Я, ну, просто пытаюсь даже понять, ну, не знаю. Ну, наверное, окей, я бы так не сказал, но не вижу никакой вообще проблемы в этой фразе. Ситуация, он властитель ситуации, он главный, он босс. Никто не будет... Так, подождите, босс, сейчас, секунду. Надо понять. Ровно, неровно? Блядский цирк Ебаные клоуны Выступление Че-то какая-то хуебаза сегодня. Тут бэки, а здесь? Здесь не с бэком. Все, разъебались, ладно? Говорить к равнозначному. Блядь, сорян. Человеку, неважно в какой команде, на работе или еще где-то, если вы ровно друг к другу, никто не будет говорить другому человеку, сделай мне... Он просто мне, это как бы обязывает человека, как будто кривозубый крестьянин должен барину что-то сделать. Не знаю, у Сокола какие-то загоны по этому поводу. Саша, сделай мне еще один дубль. Если вы заметите... Саша, сделай запись дубля, да-да-да-да-да-да. Смотрите два этих ролика на канале Дубинина, то когда Дубинин говорит с удаловым, и когда удалов... Так, сейчас самое важное. Блядский цирк! А что за хуйня, подождите? Нет, кривовато, что там. Да, точно не ложится. Очень странно. Блядь, вроде все делали нормально сейчас. Все, похуй, короче, блядь, сделаем вручную. Поебать. Нормально? Ну, заебись, вообще мне похуй, я панк. Все. Говорит, что вот здесь ты неправильно записал, а в итоге оказалось, что Виталик правильно записал бас. Общение это выглядит совершенно не так, как с Житниковым. То есть даже когда Дубинин прав, а ему говорят, что он неправ, он достаточно корректно общается, как с ровней, действительно, и потом удалов. А, ну, значит, там правильно, типа, записал. Ну, вот этот кусочек я вставляю. Ну, я неправильно, да? Ну, там просто смотри. Ну, да, я это собрал, нет? Нет. А, давай. Нет, 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 да, игра, да, игра. Нет. И следующий этак начинается опять. Блин, разве так можно объяснить? По-моему, какая-то дичь вообще. Да. Пиздец, этот момент надо, мне кажется, вырезать, как мем какой-то сделать, или из него сделать какой-нибудь джент такой сатанинский. Та-дан, 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 тая-дан. Понятно, что я на ускоренном смотрю, но все равно можно прям, та-дан, 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 прям нарезать как-то, типа, сделать такое. Хорошо. Тогда, может быть, ты и сыграл. Нет, с Житниковым все не так. Сделай мне, понимаете? И я прям, когда это увидел, я думаю, вот из одной из этой фразы захотелось сделать обзор и с вами вот это все дело разобрать, посмотреть. Это просто мощь. Смотрим дальше. Света светлым запахом раз-завелось. А ты немножко их так плоско делаешь. Ага, попробуй его. Раз-завелось. А то прям с вибрацией. Ну, Дубинин вокал шарит. Сразу видно, что все, что он ему говорит, это, конечно, здравые вещи. Но! Самое интересное, друзья, надо... Так, проверяем. Проверяем, проверяем, проверяем. Есть. А этом... Блянский цирк, ебаные клоуны. Ну, все, заебись. Все, есть минус с бэками, минус без бэков. Охуенно. Все. Нам бы, конечно, посмотреть с вами видео, где он учит Житникова, как нужно записывать альбом Ари, в момент, когда Житников только пришел в Ари. Вот он пришел, встал у микрофона, спел своим гран-куражевским вот этим вот вокалом, и Дубини такой, Эн, нет, так не пойдет, смотри, как надо. И вот этот момент, как он его начал переучить, вот это было бы гораздо интереснее смотреть. Но, как говорится, дареному коню зубы не выдирают, и мы имеем то, что имеем. Никто так не говорит. Ну, давай, еще один дубль и вперед идем дальше. Посмотрите, посмотрите, как Дубинин общается с удаловым. Дубинин останавливает и делает свой резонный момент, ну, свой резонное замечание. Здесь он спотыкается. И видно, что Виталий с ним не согласен. Мы просто разбираем психологию общения, да, в группе. Видно, что он не согласен, потому что Виталий, он вокалист по образованию, он сидит, продюсирует вокал. Удалов нажимает кнопки. Так, чтобы деньги не платить самосвату за то, что он сидел там и нажимал, или какому-то другому звукарю, чтобы не платить денежки, кто-то из группы, кто умеет нажимать, это очень часто используется в такой момент. Не знаю, странный прикол такой, типа, ну, это если только студия своя, или что-то в этом роде. Кто тебе даст студию без звукорежиссера? Дешево. Экономия средств группы, общака вот этого группы, да? Это реально есть такой прикол, что ли? Не знаю, мне кажется, в Москве такое невозможно. На студии так делали, когда мы писали наш второй альбом «Не покорясь судьбе». Группа Викон, кстати. Да понятно. Слушайте, покупайте мерч, там, все по ссылочках в описании, на электронных площадках залетайте, покупайте альбомчики, 4 альбома продается. Просто с ума сойти. Ну ладно, к чему это я? По идее, Удалов должен просто сидеть и нажимать на кнопки, он барабанщик. Вокал продюсирует Дубинин. Удалов сам останавливает запись и говорит, вот здесь неправильно, здесь потыкается. И Виталий, на это слышали, что отвечает? Вот это вот отвечает. Там не Христов, хотя бы пускай идешь дальше, если. То есть, он не совсем согласен с Удаловым, но, тем не менее, он ему не перечит, он его как-то не осаживает, как, типа, нажимай кнопки, я сам разберусь, я тут продюсирую вокал. Такого вообще близко не происходит, потому что это люди ровня, несмотря на то, что Дубинин пишет песню, а Удалов просто стучит, они ровня. С Житником такого общения не происходит. У тебя и там тоже, там где-то ты вылетел. Смотри, давай, кроме тебя. Он не поддержал, посмотрите, Дубинин не подтвердил, что Удалов прав. Он говорит, в другом месте ты тоже там ошибся, поэтому нормально, Удалов правильно остановил. И он не согласился с ним, с тем, что озвучил Удалов, понимаете? Насколько корректное общение идет и равноценное? Блин, у меня Миша словно пионер перед этим, перед вступлением, знаете, в отряды пионеров, перед комиссией стоит там, и... Я сделаю все, что вы хотите, только примите меня в пионеры, я буду честным, добрым и верным. Дубинин такой, не знаю, не знаю. Вот я все разорен, крам разорен, без в объятиях, а? Вот стакатно Дубинин показывает правильно, я по ритмике даже слышал, во-первых, Житников там отставал от ритмики сильно. И здесь Дубинин показывает ему, что нужно более стакатно петь, более ритмично в этой фразе. Вот тут у тебя все время какая-то такая... Дубинин шарит. Ну я не понимаю, блин, ну шарит, ну командует, а в чем проблема-то, блин? Да я хран, хрен, хран. Хрен. Хрен на горе, в общем, хорошая песня. Ох уж эти оговорочки, да? Разорен, без в объятиях, огнях, да? И так, в принципе, все строчки идут, да? Сначала у всех одинаковая, пульсация одна эта. Она, да, просто где-то легко проговаривается, где-то... Поэтому ты на это вот... Там, где Христос чудеса створил, там все нормально у тебя. Вот Дубинин объясняет, что в некоторых строчках, вот сейчас Житников будет во всех строчках, так петь снова будут перепевать. Шутка. Шутка. Дубиночка ухнем, устал немножко записывать, у меня слеза пошла. Немножко устал записывать альбом, ему удалов там, то есть показывает несколько, три дубля, вот у них записано, на одно место записано три дубля. Удалов показывает, типа, вот откажется ближе, Дубинин, я ведь не знаю, я не понимаю ничего. Вот видите, не покладая... Ой, у меня аж слеза пошла, так смешно. Не покладая силу Дубинин, работает над альбомом, и все зря, все зря. Не нужно это было делать, нужно было договариваться с Беркутом. Вот опять же, Беркута позвали, наконец-то поступило конкретное предложение к Беркуту выступить на 35-летие. Все думали, Беркут не согласится, а Беркут взял и согласился. И вот это говорит о том, что с Беркутом можно договариваться. Все, что Ария про Беркута плела, то, что он там не подписывал, это значит, не было никаких конкретных предложений. Мы просто сказали, подпиши и все. Скорее всего, там какой-то отказ от всех, там, притязаний. Пришли к Беркуту с конкретным предложением, все. Человек объявил, что участвует в юбилее Арии, чего вообще никто бы не подумал, что было бы когда-то, еще будет, вернее. А вот оно случилось. На мерч писю, холокай. Ну, спасибо, спасибо. Вот, что я говорил, Миша стал все дробить, потому что Дубинин... Нет, Дубинин-то нормально объяснил. Он сказал, что в некоторых местах так петь, в некоторых нет. А Житников спросил, везде петь? Дубинин ему ответил четко, не везде. То есть, где-то так, где-то так. Житников спел, все, стакатно. Снова переписываем. Благо, денежки у Арии есть, можно посидеть на студии. Если у Арии есть денежки, зачем было переписывать эти два альбома, да? Резонный вопросик. Я тебе просто говорил, чтобы попадать в ритм, но в отдельности. Блин, обидно, что... Это же получается, вот они как раз вот этот альбом записывают, переписанный, да? Капец, такая студия, такой там пульт невозможный, такие бабки вложенные. Такое говно вышло. Залеговать немножко, вот эти наши вокалистовские термины. Вот это все. Лего, стаката, вот это все. Портато. О май гарри, бля. Вот это, да? Будем мой окрепестировать? Да. У Долова голос такой прямо низкий, слегка такой заниженный. У Виталика более высокий, текноровый. У Долов сидит прямо на низах, так идет. Стоп, ну это херня, конечно. Стоп, стоп. Нет, я тебя добавил, конечно, нормально. Вот тут чуть-чуть оттене. Видите, Дубинин шарит. Вот многим кажется, что есть вокальная линия, есть ноты и все. Зная эти ноты, зная вокальную линию, просто встал, микрофон успел и получилось круто. Посмотрите, сколько здесь нюансов, да? Здесь сотяжечка. Блин, да, ну что-то вот Сокол все знает, но что-то при этом как-то не это, не получилось. Здесь чуть-чуть на опережение спеть. Здесь более легатно, здесь более стакатно, да? Здесь более открыто, здесь более... Здесь более рыгатно. То есть, ну, нюансов в голосе, представляете, сколько? Мне кажется, это самый разнообразная палитра, самый инструмент, нет, не так. Инструмент с самой разнообразной палитрой. Это вокал. Я пытался петь, как последний припевый. Дубинин, как заправский гитарист, когда прокручивают записи Житникова, он начинает вот так вот проговаривать сам от себя, сам за собой не следя, рот просто, артикуляция делается сама. Вот как гитарист, когда соло играет, знаете, вот это вот, он играет, играет и ноги. У них начинает вот эта мимика на лице непроизвольно. То есть, они все в этом соло находятся. Дубинин точно так же переживает каждый кусочек музыкальный записанный, и это, конечно, похвально. В этом он очень похож на меня, я тоже очень сильно переживаю за каждый вокальный, вообще за каждый музыкальный кусочек, который есть в песне, в аранжировке. Ну, в моей группе. Да сокол ухитит меня тупо из-за того случая, когда он пришел на автограф в сессию Ари, а я отказался от его предложения разработать его шахту. Спасибо, дорогой Михаил Шетников, будем знать теперь правду. Не забывайте ставить лайк, если являетесь поклонником Арии, поклонника Виконта. Лайк этому видео. Миша задевает, когда поет, стойку задевает. У меня тоже вот эта большая проблема. Заметили, как Миша руками машет? Мне кажется, это у многих вокалистов такая проблема есть. То есть, рядом должно ничего не быть, потому что, когда ты поешь, погружаешься вот в это во все, тебе хочется руками махать, что-то показывать, какие-то магические пасы делать. И если рядом будет что-то стоять, обязательно ты будешь биться во что-то. А если ты бьешься во что-то, этот звук обязательно записывается в микрофон, это чертов дубль, приходится каждый раз переписывать. А руки их нельзя привязать, они просто своей жизнью живут, понимаете? Блин, Удалов такой хипстер сидит, здесь очочки, здесь какая-то хвостик, косичка как-то хитрым образом заплетена. Это просто, ну, я всегда веселюсь над ним дичайшее. Ну, очень позитивный чувак, респект вас, Удалову. Видели мимику Дубинина? Тигр, капташка такая. Это человек не просто потому, что у него нервный тик какой-то на лице, а человек артикулирует, и пропевая определенное место, он как бы показывает Житникову, как должна быть артикуляция, чтобы то или иное место пропеть так, как он хочет. То есть, как правильно должны сложиться все вот эти вот голосовые вещи здесь, в голосовом аппарате, которые помогут тебе извлечь нужный звук. Это тоже нужно понимать. Ну, эмоции, конечно, тоже здесь есть, как вот гитарист соло, когда его ключи начинают, тоже присутствуют. Дадут легко, а, то есть такое есть, да? Ну, видимо, я не сталкивался с таким никогда. То есть, типа, паспорт-залог, и, короче... А что, дешевле так сильно, да? Ну, в принципе, да, хули делов-то, блядь, кнопки понажимать. На самом деле, если именно просто... Просто записывать и там чуть-чуть пару поправлюшек сделать, то, в принципе, да, действительно. Ну, конечно, блин, мне кажется, лучше работать с шарящим чуваком. Существует. Который тебе сразу, хоп, быстренько, мелоданчика, хуянчика и так далее, блядь. Кальянчика! Видели, видели там? Рука хватает с неба, невидимые магические шары у Житникова здесь тут же махать начинает. Поэтому я постоянно с этой фигней сталкиваюсь, когда пишу вокал у себя. У меня постоянно бьюсь во все, что рядом стоит. Это очень выбешивает, конечно. Но руки... Я пытался руки засовывать в карманы. Ну, не котят они там, они просто... Ты начинаешь, погружаешься в песню, закрываешь глаза, начинаешь пропевать это все. Открываешь, гроза, они машут что-то здесь, сами хаотично. Это их неудержимые руки, неудержимые! Вот пишу этот обзор, а сам думаю, побыстрее бы все это закончить, смонтировать и сесть за новую игрушку, которая начал играть в Horizon или Horizon. Там, в общем, девочка играет, машины, мир после техногенной катастрофы. Прям вчера поиграл, ну не знаю, часа полтора, наверное, прям охеренно. Мне так понравилось вообще. Ладно, к обзору. Показывает рукой широту и глубину затяга дубини. Прекрасно, прекрасно, очень. Мне нравится, как это все у них происходит. Сам дубинин, видели, руками машет тоже. Ну нельзя просто такие вещи петь просто спокойно, стоя, как это, знаете, хор военных этих, милиционеров или военных, которые на первом канале раньше с Кобзоном пели там или там на втором канале. Они встанут, так как роботы все... Но нельзя, надо туда варивать просто в этот микрофон. Получи, сучка, я тебе сделал, понял? Вот так вот нужно петь. Ну, да, немножко это самое. Может, весело перепеть в припех? Попробуй весь, Максим просит, смотри, и разорвется! Максим просит перепеть весь, перепой весь, понимаете? Какое душевное общение между равноценными участниками Арии и все-таки весь состав Арии, все-таки равноценные участники есть. Миша Житников, стоящий отдельно, которому, ну, просто говорят, что и как делать. И человек безропотно соглашается на все. Ну, не совсем на все, все-таки Михаил мужчина. Только то, что касается творчества. Я, конечно, шучу, друзья мои, я пошутил. Не бомбите. Слеза пошла. А вот и вселенная уже вперед чуть-чуть. Видите, видите, сколько нюансов? Тяжечка на опережение. А? Кто вот это может без продюсирования Дубинина? Мало кто понимает вот такие вещи. Это очень сложно обычному слушателю понять вообще, что сейчас происходит. Я вам вот как человек, называется, находится в индустрии, рассказываем, как, что и где, и с чем это едят. И дальше уже все по накатной. Отличное объяснение. Дальше все по накатанной. Сейчас Житников по накатанной. Снова все дубли надо будет перепевать. Понимаете, вот мне единственное, что не нравится, что Житников не может петь так, как он хочет. То есть, если мы возьмем, например, те же записи группы «Эпидемия», несмотря на то, что Женя Егоров человек достаточно такой гиперосмотрительный и желающий никого не обидеть, как бы постоянно сгладить все острые углы, так же, как Житников. Но, тем не менее, даже такой человек, как Женя Егоров, когда пишет вокал, если вы видели его со студии, работу его с приглашенными гостями, было видно, что там никого нет, кроме Егорова. То есть, Егоров звукарь, все. Егоров ходит, продюсирует вокал, гости приходят. То есть, нет никакого главаря Юрия Мелесова, который лидер группы «Эпидемия», который там контролирует что-то, там сидит, там спойни так нет. Егоров является полночленным членом группы, и он не приемлет никого. Ну, может, и приемлет, там, заходите в гости. Но никто ему не говорит, что и как пропевать. То есть, понимаете разницу, да? Житников не имеет таких привилегий в группе «Ария», и он просто, ну, как робот исполняет. Я уже говорил, что у меня как-то ролик был, робот в... Удержимые руки? Что это такое? Что это значит? В деле, как так назывался. И вот это лишнее подтверждение. Да, да, все говорят, что он на Ведьмака похож. У него в итоге самый популярный видос на канале, где он делает кавер на Ведьмака, ну, на вот этот, Ведьмаку заплатить щеканной монетой. Ну, и, естественно, прикол популярности этого видоса только исключительно в том, что он внешне похож на этого Ведьмака. Ну, при том, что спел он очень дерьмово там. Ну, то есть, можем просто пересмотреть даже еще раз. Урожай Миша пел так, как ему пелось. С таким гадким придыханием. Мне кажется, это было лучше. Несмотря на весь продюсерский талант Дубинина с Житниковым, почему-то это не сработало. Вот это хорошо, попал, все так, все нормально. Там голос сможешь петь? Да, в партии там просто терция вверх, да? Да, в партии там просто терция вверх, да? Да, конечно, без проблем, Виталий. Вокалист, профессионал все сейчас сделает. Терцию вверх же там петь, и такая тишина. А Дубинин просто ничего не говорит. Он просто... Просто Вейдером тихонько дышит там в это все. В стекло. Он ничего не отвечает, друзья мои. А отсюда вывод. Значит, Житников не то, что ты сказал. Не надо там никаких терций петь. Но. Житников... Есть Житников, Дубинин есть Дубинин. А, ну, это бред какой-то. Я ничем не машу. Не знаю. Видите, еще продюсер в экологии. Я, во-первых, в этой... Ну, прям здесь сижу, в будке, и все. Есть же даже видосы, как я это... Как я именно записываю. Очень важно, что в продюсировании вокала очень важную роль играет то, что человек сам может напеть тут же свою задумку. Ну, там, спой вот так-то, начинает на терминах объяснять. А Дубинин может взять и спеть просто, и показать, как это надо. Это просто мажорчик такой у тебя должен быть. Прекрасная песня. Битва за веру священная. Верующие убивают друг друга. Какой мажорчик? Прекрасный мажорчик должен здесь быть. Просто люди мочат друг друга тысячами веками. Но мы вставляем мажорчик. В этом весь Дубинин. Меня тут неожиданно посетила мысль, друзья мои, что у Дубинина вполне могла бы быть прозвище. Такое мажорчик. И это не мальчик, который ездит на папиных машинках, который ничего в жизни не добился, а мажорчик в плане того, что позитивчик. Король кринжовых прозвищ, таки Сергей Сокол. Давайте вместе с нами потрясем хуями. Вы посмотрите на эту хитрую няшечку Дубинин сидит. Сокол, он вакхалист для группы Викант. Вот, и соответственно, да и все, как бы. Наигрывает хитро. Нет, ты не так поешь, дружище, посмотри. Вроде как-то что-то там с горем пополам на гитаре может, но ключевое с горем пополам. Я тебе играю не то, слушай аккорды. Ой, опять неправильно сделал такой, веселушкой сидит, понимаете? Дубинин прошел период, когда он серьезно писал. Сейчас он просто развлекается, сидит. И это тоже прекрасно, конечно же. Давай. Блин, это жопа свечет. А где я? Блин, я за этим наблюдаю, просто не могу. Дубинин все-таки немножко в каких-то местах забывается и удалов сидит, что-то не то делает, он такой, типа. Э, очнись. Прием. Дельта, это барсук. Воу. Мы что, не реагируем вообще? Это, видишь, херня происходит? По-моему, просто по ребрам. Блин, обожаю такие моменты смотреть. Битва за веру, бим! Битва за веру! Незнародный. Он есть. Би-би-би-би-би! Битва за веру! Ну он себя не слышал. Что-то надо отжать? Ничего не надо отжимать. Ну попробуй еще раз. И снова, и снова выравнивается положение. Может, что-то надо отжать? Робким голоском говорит Дубинин. Ничего не надо отжимать. Говорит Борза, удалов и... Ну ничего так, ничего. Миша, пой, как уж есть. Не слышь тебя, хер с ним? Удалов сказал, ничего не надо нажимать. Пой так, все. Понимаете, вот психология отношений, да? Это все, конечно, замечательно. Я не думаю, что Мишу там прямо, знаешь, сбегай за сигаретами, а теперь там вынеси мусор. Ну какие-то такие вещи прям. Дедовщины, конечно, нет. Это не сумасшедшие же люди. Но проявляется неравнозначность и неравноправность в группе четко в таких даже вот записях. Это все видно абсолютно. Особенно тем, кто занимался психологией какой-то, как ваш покорный господин. Ну все, надоело это Дубинин. Пошел сам Бекки прописывать. Хватит, хватит этой фигни. Все, я... Батя сделает сам. Батька. Нет, Батька это уже занят. Титул это в Беларуси. Я все-таки думаю, посмотри, в чем дело. Я сейчас немножко режим рукой сделаю. Я тебя подниму. Житников просто наблюдает. Вот он наблюдающее лицо. Удалов что-то говорит, Житников просто сидит вот так. Он ничего не добавляет, он просто сидит, смотрит. Ну и ждет команды, когда скажут, ну, делать что-то дальше. При всем уважении к Миши, конечно, я бы, конечно, так не смог. Ну, вот ты бы так не смог. И поэтому, как бы, ты, блядь, в виконте говно какое-то поешь. Потому что, если бы ты слушал, что тебе говорят умные люди, и спокойно относился бы к каким-то командам, да, что называется, лучше вот именно в момент записи, если уж ты доверяешься профессионалам, то доверяться профессионалам и их методам работы, то, блядь, уж делать по-человечески, а не корчить из себя, блядь, звезду, пизду и прочую хуйню. Вот, а тут, соответственно, ну, блядь, поэтому он варьи, а ты в говнарии, как говорится. Варьи работать, как Миша Житников. Просто само, само вот это малейшее, малейшее вот это вот неравноправие и унижение каких-то моих вот качеств, когда Дубинин бы мне сказал, там, сделай мне дубль, там, или еще что-то, там, я бы, конечно, ну, не стал бы реагировать, как Миша, сто процентов. Немножко по чувствительности, что у тебя повысится, но зато будет хорошо. Что у меня будет? Ну, чуть-чуть по чувствительности у тебя, потому что... Блин, какой низкий голос у Долова прямо он вот этим вот, говорит прямо таким обработанным каким-то прям голосом вот таким. А у тебя своя подача, и говорит, ты сделай так или сделай так, вот у тебя как, у тебя все нормально, это, значит, у нас неправильно. Мы корректируемся, вы, нет. Смотрите, в отражении сидит Житников такой, профессионал, профессионал. Пиздец, конечно, Сокол, аналитик рож, прям, я не знаю, аналитик лиц. Главный, главный в деле, главный в деле такой сидит, просто немножко напоминает Саакашвили, когда он галстук жевал, знаете, вот, просто, ну, друзья мои, ну, немножко с юмором, немножко шутеечек, ну, не бомбите, кто Житников фанатеет, там, и это, обивает его пороги, сыт под окнами ему, не бомбите, пожалуйста. Мне кажется, вот этого достаточно. Этого вполне достаточно. Профессионал зашел, профессионал спел бэки и вышел, все, ничего не надо. Божественно, прекрасно Виталий все делает. Относительно бэков Виталия Дубинина, в записи они звучат нормально, когда все концертные бэки я прям на дух не могу переносить органически. Как это работает? По-другому Дубинин себя слышит, что происходит, я не знаю. В концерте просто меня отрясет от бэков его, они, ну, скажем так, у Виталия не самый приятный тембр голоса, и, видимо, обработка все-таки на студийных альбомах, там поле, прекрасно же, вот Виталик поет куплеты и припевы вместе с Берку, там Берку там слышно мало, Виталик на переднем плане. Прекрасно все звучит, Виталик звучит прекрасно. На концертах совершенно кардинально все меняет вся картина. Как так происходит? Хочем хотя бы 96 на 24? Нет, нет. Видим, ты как мина-а-а, вот эта длинная фраза. И так, правит бал, и отношения, Миша, отношения черные, больше артикулируй, и все будет отлично. Мормально. Тем, кто из могил прилетел на вальс, прилетел на вальс. Ты делай вибрацию только на длинных этих, а так бой без вибрации. И чтобы из тебя, а то черный святый, куда-то. Видишь, дразнит, дразнит его. Вот никого Дубинин не дразнил никогда. Какие мы записи не видели, Халсинин пишет что-то, Удалов что-то пишет. Дубинин никогда никого не дразнил. Вот это вот, типа, что ты мне делаешь? Типа, ну что как дурачок-то? То есть вот посыл-то идет такой, понимаете, друзья мои? Стоит Житников, вроде варе уже там 10 лет, я не знаю. Уже бы, можно бы уважение равноправия заработать, но Дубинин стоит вот дразнит, откровенно его там, типа, ну что как дурачок? Какую-то хуйню, конечно, сапог втирает. Я не понял, а почему они какой-то хуйней занимаются? Вот мы, Фиент, когда приезжаем на студию, не тратим время на подобное говно и сразу приступаем к делу. Вот, и поэтому 10 лет альбомы делаются. Спасибо, Левосклскрим, за донат. Да, кстати, мы наконец-то догадались, почему группа Фиент 10 лет делает альбом. В себя. Можно же так не показывать. Это, ну, я не уверен, что Миша приятно. Он, конечно, он скажет, все нормально, у нас все равноправие, там, все замечательно. Но вот такие вот штуки, это не очень... 10 лет ты делаешь альбом, 10 лет ты забиваешь свой канал говном. Очень приятно. Это не очень приятно. И Миша это неприятно. Пусть он в этом не сознается. Потому что каждое интервью, когда мы видели, когда Миша Житников что-то говорит, посмотрите, как Дубинин, он просто сидит, он либо вот так вот, затаив дыхание, смотрит в пол, в стол, вот так вот, либо вот таким хитрым взглядом смотрит на Житникова. Это прям видно, что он сканирует, чтобы человек что-то не сказал лишнего. Понимаете? Не потому что какой-то зарпрет, а просто он привык контролировать его настолько, что даже в обычный трёп какой-то перед камерами он все время следит. Чтоб, если что, начать говорить, перебить. Если Миша начнет какую-то херню нести, сразу перебить, перехватить инициативу и начать отвечать за Михаила. Это, друзья мои, о многом говорит. Тебя, из себя. Ага. Понял. Ну типа, да, и вот опять, Каждому воздаст, ну зачем вот это? Каждому воздаст. Он не говорит, вот типа, проговаривает фразу, смотри, там, Михаил, как ты спел? Ты спел? Каждому воздаст, каждому воздаст. Ну может быть потому, что это перезапись альбомов. Вот кстати, может быть дело в этом, что есть какие-то штуки, которые хочется в точности изобразить, а в прошлые разы это было не так важно. Он начинает показывать стоккатную вот эту ритмику, и потом говорит, Миша, здесь давай споем не так, а вот так вот, Дубини так не говорит. Ну зачем ты это делаешь-то здесь? Зачем? Зачем? Вот это то-то-то-то-то-то опять начинает подразнивать его. И как будто Миша, знаете, он говорит это ему так, как будто Миша сознательно делает какую-то вредность в записи вокала. Ну зачем ты это делаешь? У Дубини идет вот такой посыл, понимаете, друзья мои? Да это у любого препода по вокалу еще у кого-то всегда такой посыл. Это угарно прям вообще. Миша, конечно, неприятно это, но со стороны за этим наблюдать, это просто описать штанишки. У тебя всегда она как бы ленивее всех остальных, поэтому утрированно ее сделай активно. Такой, восьмой методис! А потом уже возвращайся более спокойно. Или оставайся так же. Ну ничего, так аж там у вас даст. Давай тут каждому еще раз сделаем. Давай, давай. Ну что, друзья мои, наш ролик подошел к концу, мы разобрали психологию... Каждому вас даст... ...отношений по вот этим вот предоставленным нам записям со студии записи альбома Крещения Однем и Одного Гидо. И пишите свои комментарии под этим роликом. Лечение говно! Кто что думает, кто со мной согласен, кто со мной не согласен. Считаете ли вы правильно, что сокол разобрал или нет. И, конечно же, не забывайте подписываться на каналчик, мой на каналчик, истинный маг. И проставлять лайки обязательно. Пожалуйста, друзья мои. Колокольчик тоже стоит поражать. Также не забывайте, что в ссылочках вы найдете все нужные вам... Мне. Нам. 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 Найдете все нужные нам ссылки, в которых есть и мои фэнтези-книги, которые мне нужны. И на электронной площадке все продается на электронной площадке. Кто-то подбивает, чтобы электронная площадка там, кто-то, что нравится. Мерк, чтобы купить что-то в расчайке с нам, где вы можете поставить в описании. Вы можете написать в описании. Да, и не забывайте, что в книгах, где мы смотрим музыкальные книги, подходят не на истинном маге, а на истинном маге Лайи. Подписывайтесь на что-то на него каждую субботу на основном веке. Мы сможем книгу, если вы заказываете клипы, я хочу реагировать. Пока не начали. Почти вычаяния, подчаяния и ставим вычаяния. Спасибо. Это Житников без ртотюнера. Пациенты, проходящие процедуру фекалотерапии в нашей клинике Пасторно, получают прогрессивные скидки. Также им выдаются специальные брошюры, пропагандирующие данный метод и самоучительство фекалотерапии на домашних... Прошюры? Да, брошюры это хорошо. Ну, вот такая реакция.